Добрый день, дорогие друзья! Я один из темпы силы, кто меня не знает. Я эксперт по внутренней силе. И Номаль Мессия заключается в том, чтобы помогать очень многим людям, чтобы они в себе нашли свою внутреннюю силу. Скажите, пожалуйста, насколько хорошо меня слышно, потому что здесь музыка играет тоже. Привет, Алла! Алла присоединилась. И не знаю, насколько хорошо меня слышно. Скажите, от 1 до 10. Как вы меня слышите? Все, Ирочка пришла. Hey, more smile. Hi, Dayan. Найра здесь. Привет, Найра. Привет, Дайна. Да, и, пожалуйста, друзья, напишите. Спасибо, Дайна. Спасибо, Татьяна. Напишите, откуда вы, чтобы мы все знали, кто у нас, и кто вы, и откуда вы. И потом мы будем начинать говорить об этом теме. Привет, Саша. Привет, Катя. Как я рада вас всех увидеть. Я очень люблю вас, обнимаю крепко. Привет, Жанна. Привет, Ирочка. И первое, что я хочу сказать перед тем, как я начну говорить, я прошу прощения за свой русский язык. Он не самый лучший, я это знаю, и мой акцент тоже. Ну, а сейчас я говорю так, как говорю. Я всегда помню, было очень так... У меня были комплексы, и я не смогла на русском языке говорить вообще. И однажды на тренинге у Коли в школе коучинга я хотела поделиться и что-то сказать. И я взяла микрофон, я так встаю, и мне так страшно говорить, потому что я знаю, что у меня плохой акцент, и что люди будут сказать обо мне, и все такие мысли у меня крутились в голове. И потом Коля мне сказал, что Тина, у тебя очень хороший акцент, и твой акцент, твоя изюминка. Я так смотрю, правда это? И потом он спросил аудиторию, кому нравится, как Тина говорит, и все так руки так сделали, я была в шоке. Что? Что вы говорите? И после этого я начинала на русском языке говорить, и потом говорила, не останавливала. И вот так смешно было, и очень большое спасибо, Коля, за то, что ты мне помог преодолевать этот комп комплекс и начинай на русском языке поделиться себя и говорить. Спасибо, Ира. И после этого я начинала уже смотреть на акцент, и вообще на этом как изюминку. И это очень интересный подход. Привет, Алла. Алла присоединилась. Привет, Лилит. Я очень рада, что вы со мной. И те, кто присоединяются, пожалуйста, напишите, откуда вы. Привет, Кристина. Мое окружение. Я вас очень люблю. Да. И вы знаете, что я недавно была, участвовала на тренинге Байрон Кейти, 4-дневное молчание, ретрит. Это было очень интересно, очень глубоко. Привет, Саша. И мне очень захотелось поделиться с вами тоже то, что произошло во мне, то, что я осознала о внутренней силе, о себе, о людях. И большое спасибо, что вы ставите сердечки и лайки. Мне это очень приятно. И поделитесь, да, спасибо, Ирочка, что ты мне сказала об этом. Прекрасно. Твой акцент тоже спасибо, дорогая сестра. И, пожалуйста, поделитесь, чтобы так как можно много людей подключились к нам. Вечет, Ирина, рада видеться, слушать тебя. Добрый вечер, Алла. Я тоже очень рада, что ты с нами. И, да, и первое, мне бы хотелось спросить вам, как вы думаете, что такое внутренняя сила? Чтобы вы тоже мне сказали, и потом я уже начну об этом говорить. Привет, Ликона. Что вы думаете, что такое внутренняя сила? Когда у нас здесь появляется внутри себя эта внутренняя сила? Когда мы теряем, что вы думаете об этом? Привет, Марина. Спасибо. Сергей. Стержин. Трансила, это мой стержин. Привет, Димитр. Димитр подключился. Олег подключился. Кстати, у Олега сегодня день рождения, и я еще раз тебе поздравляю с днем рождения. И напишите, что вы думаете, что такое внутренняя сила? Я обожаю эту тему внутренней силы, и ко мне приходит все время что-то новое. Осознание, что это такое внутренняя сила, это понимание, время, по времени более глубоко становится во мне. Это внутренняя сила, это 100% вера в себе. Олег, с тема рождения. Привет, Марина. Привет, Олег. И пишем, что такое для вас внутренняя сила. Это то, что помогает двигаться в жизнь с соответствующим предназначениям. Спасибо, Клистина. Это мужество признать, что что-то влете сказать об этом. Правильно? Я думаю, что внутренне силе все мнения очень правильно, потому что главное, чтобы это было для нас правильно и правдиво, и это нам помогло внутри себя больше осознавать и жить легче. Внутренняя сила, это как-то душа живет согласовываясь разумом. Спасибо, Катя. Для меня внутренняя сила, в первую очередь, это такое внутреннее понятие и ощущение, что мы можем все изменить в своей жизни, меняя свои мысли, свои представления и себя. То, что происходит во вне, в нашей жизни, это всегда отражение того, что происходит внутри нас. То, что мы думаем, то, что мы верим о себе, о других людей, о жизни, это все потом происходит в нашей жизни и проектируется на своей жизни. И, например, если в нашей жизни появляются не очень хорошие люди, для нас нехорошие, которые что-то плохо нам говорят или что-то плохое происходит, несправедливость, это в первую очередь происходит, потому что мы верим в этом или мы верим людям, что, например, люди лгут. И я не могу доверять людям, или жизнь несправедливая, или мужчины, ну, я не хочу сказать не то слово, но нельзя доверять мужчинам. Если мы так думаем, что они плохие, мы всегда будем встречаться с такими людьми, такими мужчинами. Или если в нашей жизни кто-то оскорбляет нам, это значит, что мы верим что-то о себе, так? И просто они озвучивают то, что происходит внутри нас. Все то, что в нашей жизни происходит, это все, потому что это все есть внутри нас. И как-то мы работаем над своими мыслями, над своими представлениями о себе, о людям, о жизни, все это меняется. И это и есть наша внутренняя сила, что нам не нужно менять других людей, менять ситуации, обстоятельства. Мы можем менять наши мысли, освободиться от нашей мысли, отпускать те опыты, которые у нас были в жизни. Это были трамватические опыты. И потом постирать свои линзы и увидеть ситуацию из жизни с другими глазами. И так, чтобы нам не было, привет, сундуз, привет, чтобы нам не было необходимость менять других людей. И это наша внутренняя сила, что мы можем, меняя себя, менять свое окружение, те люди, которые у нас вокруг. Так, чтобы они остались такими, какими они есть, но мы их по-другому видим. Тем и отношение, все меняется, все исправляется. И это есть наша внутренняя сила. И, в первую очередь, когда мы меняем свои мысли, и мы не верим в наши мысли, которые мы верили, я вижу комментарии, это оставаться собой, даже если другие тебе не принимают на сегодня. Поверясь в себя и будьте вперед, своей цели. Спасибо большое, что вы активно пишите свои мысли об этом. И спасибо за ваши сердечки. Привет, Тинатин. Привет, Марта, рада, что ты с нами. И мы делимся, друзья, делимся, чтобы как можно многие люди присоединились к нами и услышали о внутренней силе, о методе работы Байрон Кейти. Кстати, я не сказала, что те, кто не знают, я сейчас делюсь методами работы Байрон Кейти в Грузии с грузинскими людьми. И я сейчас перевожу книгу «Любить то, что есть» — «Loving what is» — это на английском. Эту книгу я перевожу на грузинском языке. И в этом месяце я закончу этот процесс перевода. И скоро в грузинском языке будет эта волшебная книга. Если вы пока не прочитали, на русском языке называется «Любить то, что есть». Я вам сильно рекомендую, чтобы вы прочитали эту книгу. Это очень такая сильная книга. Если кто-то прочитал сейчас, и кто находится здесь, пожалуйста, напишите. Мне бы очень хотелось узнать, кто из вас прочитал уже эту книгу. Большое спасибо, Саша Сундус. Да, и сейчас я возвращаюсь к теме внутренней силы. Это, понимаете, еще глубже пришло ко мне, когда я участвовала сейчас в четыридневное молчание. Это тренинг в Айрон Кейти, четыридневное молчание, ретрит. И там я была наедине с собой, со своими мыслями. Четыре идеи, только я одна. Я и мои мысли. Привет, Саша, очень рада тебя увидеть. Да, это был очень такой сильный опыт. Потому что когда мы наедине с собой, со своими мыслями, мы очень много чего осознаем. Что мы, в чем мы верим, в чем мы не верим, что нам мешает. И просто в этот процесс, мы на очень много осознаний приходят. Привет, Катя, я очень рада, что ты присоединилась. Да, и когда я смотрела в Айрон Кейти, как она работала с людьми, я была, правда, в восторге. Потому что очень многие люди приходили к ней с разными проблемами. Это была проблема с детьми, или с мужем, или с женой, или с мамой, или с папой, или с сестрой, с братом, и с друзьями. И разные проблемы. Но после этого процесса, когда Кейти работала с ним, с работой, они так освобождались, и освобождались от этих мыслей, и представлений, которые у них было, о этих людей. И так, чтобы эти люди во время этого процесса, конечно, не изменялись. Они были дома, они были в других местах, но их мысли менялись так, чтобы они по-другому видели своих любимых человек. И это было очень сильно увидеть, что до сессии они плакали, им было очень трудно, очень грустно, они были разочарованы, они были очень злыми, и просто очень плохо себя чувствовали. Но после сессии, после того, как Кейти с ними поработала, они были такие свободными, они были такие радостные. И это есть наша внутренняя сила, чтобы мы работали. Над теми мыслями, которым мы верим, и освобождались от них. И потом все наши отношения, в первую очередь, отношения к себе меняются, и потом отношения с другими людьми меняются. И это очень большая сила, что если что-то плохое происходит в нашей жизни, если строятся отношения, не нужно разочароваться и думать, что проблема в других людях. Просто нужно осознавать, что мы видим их так, как мы видим. И это такое очень большое осознание для меня, что проблема и стресс не вызывает не люди и не ситуации, а вызывает те мысли, те представления, которые у нас есть. И нам нужно просто работать над этими мыслями, представлениями, и потом ситуация становится лучше, и все исправляется. И это отношения, и ситуация, и все это, это такая большая сила, такое высвобождение внутри, что такое, я бы сказала, что хорошо было бы, если мы все начинали работать над собой, и, конечно, улучшалась бы наша ситуация в семье, отношения с близкими людьми, и, конечно, отношения с собой. Мы теряем... Я, когда была одна, я была наедине с собой, одна была дома, и, конечно, это был для меня новый опыт, потому что я, как обычно, живу вместе с семьей, и когда я была одна, я просто наблюдала над своим мыслям, и я осознала, что у меня были очень много страхов. И в том очереди... Ну, у нас разница между Америкой и Грузией где-то на 12 часов. И когда было утро и день в Америку... Отличная музыкальная... Подобрала. Спасибо, Димитры. Я тоже так думаю. Хорошая музыка играет здесь. Да, и когда я была одна, я осознала, что у меня очень много страхов, потому что когда был день в Америку, в Твилиси в Грузии была ночь. И мне, честно сказать, мне было страшно, потому что я была одна, и я все время ждала, что кто-то постучит на дверь, и что я буду тут сделать. Я уже думала, что я звоню полицию, я звоню папе, и все такие мысли мне приходили, ну, очень... Такие смешные, но мне приходились такие мысли. И я думала, что я сидела и думала, что мне нужно, чтобы я сейчас себя почувствовала безопасно. И мне пришла мысль, чтобы кто-то был вместе со мной. И я в этот момент осознала, что... Я верю, что мне нужно кто-то, чтобы я на себе безопасно чувствовала. И это было такое хорошее осознание для меня, потому что я осознала, что я ищу безопасность не в себе, а вовне. И когда я ищу эту безопасность вовне, в этот момент я теряю свою внутреннюю силу, потому что я это ищу не в себе, а где-то вовне, в других людях, в других ситуациях. И в этот момент я себе спросила, что бы я выбрала? Что бы я это дала себе, это внутреннее состояние, эту безопасность? Или что бы я искала вовне, что бы другие люди мне дали? И однозначно ко мне пришел ответ, что да, я хочу это себе дать. Я хочу вырасти, и я хочу это дать себе. И в этот момент я осознала, что если я это ищу вовне, в этот момент я теряю возможность быть в контакте с самой собой и в себе найти все это. И потом я увидела, что как я в этот момент искала безопасность вовне, мы так и ищем и любовь, и внимание, и заботу, и одобрение. Все это вовне, чтобы другие люди нас одобряли, чтобы они любили нас, чтобы они были внимательны с нами, и чтобы им мы нравились. И потом, после этого, мы начинаем себя любить. Если кто-то кому-то мы нравлю... Мы... Кто-то... Как сказать? Я запутала на русском языке, прошу прощения. Если кто-то думает о нас хорошо, потом мы начинаем о себе хорошо думать. Если кто-то думает о нас плохо, мы как-то плохо чувствуем себя и начинаем сомниматься в себе. И в этот момент мы теряем внутреннюю силу, потому что это одобрение и внимание, все это мы ищем вовне. И в этот момент мы не даем все это в себе. И в тот момент мы теряем нашу внутреннюю силу. И чтобы мы выбрали любой момент, когда мы что-то ищем вовне, чтобы кто-то все время нам это давал или мы дали это в себе. И, конечно, мы можем это давать себе. Мы можем любить себя и одобрять себя и сказать себе, что мы значимы, что мы важны, что мы хорошие. И потом с этой позиции, с этой внутренней состоянии продолжить жить, когда мы полные и заполненные, и мы заполняем себя, и мы не ищем это заполнение вовне. Но очень часто в отношениях происходит так, что мы все это ищем вовне, и мы думаем, что они должны, другие должны что-то делать для нас, или они были очень заботливы, и они сказали, что мы важные, и потом, чтобы мы тоже думали о себе, что мы важные. Если мы теряем отношения с ними, в этот момент мы думаем, что мы теряем себя, потому что мы зависели на это эмоциональное состояние, то, что мы получаем от других людей. И в этот момент мы однозначно теряем свою внутреннюю силу и контакт с самым собой, потому что мы это, в первую очередь, себе не даем. И потом мы разочариваемся, что он не был внимательный, или он что-то не делал для меня, и я не была для него самой важной. Но в этот момент, может быть, и мы не самые важные для себя. И здесь начинается все, то, что мы ищем других людей. В первую очередь, это мы дали себе и дали потом и другим людям тоже. И в этот момент мы соединяемся с собой и с другими людьми на другом уровне, на очень глубоком уровне. Я этого тоже называю внутреннюю силу, потому что если мы все это даем себе, эти конфликты уже не происходят. Мы очень хорошо внутри себя чувствуем, мы в гармонии с собой, и мы начинаем быть в гармонии с миром и с другими людьми. И когда мы во время работы, когда мы делаем работу в Байронгейте, мы это все осознаем, что то, что мы верили от других людей, или то, что мы искали в других людей, этого мы не дали в первую очередь себе. И мы разочарование не в них, а разочарование в себе. И с этого момента уже происходит чудо, потому что мы осознаем, что у нас есть эта внутренная сила, чтобы мы все это выдали себе, и мы заполняли сами себя. И у Байронгейте есть очень хорошая такая фраза, что личности не любят, они что-то хотят. И это всегда происходит в отношениях. Очень трудно, чтобы мы любили и принимали других людей безусловно. И в первую очередь, потому что у нас нет такое отношение к себе, что мы не любим и мы не принимаем других в себе, себя безусловно. И когда это происходит, мы ждем от других людей, чтобы они были такие, какие мы не являемся внутри себя. И когда мы делаем работу Байронгейте, выполняем эту работу, мы всегда осознаем, что мы их, других людей не принимали, потому что мы в этот момент не принимали себя. И когда мы начинаем себя принимать и любить себя, все отношения уже не справляются и становляются абсолютно другими. И в этом и заключается наша внутренняя сила, чтобы в первую очередь мы осознали, что мы можем заполнять себя и мы можем любить себя и дать себе все, то, что мы ищем во вне. И после этого просто увидеть, как все меняется в нашей жизни, как отношения какие-то другие, мы уже с другими глазами видим других людей. И, конечно, благодаря методу работы Байронгейте, мы можем освободиться и отпускать те обиды, которые у нас были, и те разочарования, как это стрессовые ситуации, которые у нас были в отношениях. Мы все это можем отпускать и увидеть то, что была реальность на самом деле, которую мы не смогли замечать, потому что мы верили нашим мыслям, которые стрессовые. эти, например, сейчас у меня осознание. Большое спасибо, Катя. Большое спасибо, я рада. И были еще какие-то комментарии, которые я не увидела, думая. Очень красиво. Большое спасибо, Сундусь. Большое спасибо, дорогие друзья. И еще очень такое интересное осознание, которое мне пришло после того, как я ознакомилась с методом работы Байронгейте, Кейти, как только я начинала глубоко изучать и работать над собой, и работать над книгой, которую я сейчас перевожу на кузинском языке, я осознала и увидела, что у нас есть какие-то представления, истории, Байронгейте называют это, истории о себе и о других людей. Например, то, что я, какое представление у меня есть о себе, что я думаю о себе. Hello, Miriam. Hello. Другие друзья присоединились тоже. Да. И эти истории нам мешают, чтобы мы были свободными. Например, у меня была такая трамматическая ситуация в детстве или когда я была в школе и так далее. В этот момент, если у меня появилось какое-то представление плохое о себе, я это говорю, что, например, я недостаточно хорошая, или я недостаточно красивая, или я недостойна внимания, или я недостойна любви и так далее. такое представление, если является, это наша история о себе. И потом, когда мы в жизни начинаем двигаться, ставить какие-то теле, или какие-то шаги предпринять, в этот момент мы не двигаемся, это тот часть, который есть мы на самом деле, та сущность, в которой мы есть, наше высшее Я, в этот момент не двигается, не живет, а двигается наша та часть, наша история, то, что мы верим о себе, и принимает вещение, та история о себе, то представление, которое у нас есть о себе. И в этот момент мы верим в это, мы мешаем себе, потому что мы верим в ложь о себе, и это вызывает у нас стресс. И мне очень нравится, что на Байрон Кейте, метод работы Байрон Кейте, нам очень помогает, чтобы освободиться от таких историй, которые нам мешают жить свободно и увидеть себя настоящую, что мы являемся на самом деле. и обниму. Та сущность, та наша высокая Я, которая мы есть, это, я бы сказала, что неограниченная, у нас есть неограниченные способности и ресурсы, и потенциал, и мы все это не можем замечать, когда мы верим что-то о себе, что, например, я недостойна быть успешной, или я недостаточно хорошая, или так далее, и так далее. Это все ложь, это история о себе. Привет, Андрей, Андрей присоединилась, и он с нами. Да, и такие истории у нас есть о других людях тоже. Например, если я, у меня есть нехорошее представление о маме, или о папе, или о сестре, о братье, или о супруге, я, когда у меня есть отношения с ними, у меня нет отношения с теми, которые стоят перед, перед меня, у меня соотношение с теми представлениями, которым я верю в этот момент, и если я бы отпускала эту историю, о них, то, что я верю, я бы смогла увидеть их новую, и замечать те качества, которые я не вижу, когда я верю в какие-то представления о них. и метод работа в ориентире, где нам помогает, нам помогает, чтобы мы замечали, то, что мы их не смогли увидеть, потому что мы верили в мыслях и представлениях о этих людей. И я тоже этого называю внутреннюю силу, что мы можем отпускать эти истории о них, эти представления, и встречаться с ними, увидеть в них такие качества и все то, что мы раньше не видели. Была одна женщина на этом тренинге, когда я смотрела, и она стояла с микрофоном и говорила, что после того, как она была в школе работы Байрон-Кейти, и она работала над своим мыслям, ее отношение с мужем полностью изменилось, и она встречала первый раз своего мужа, но она жила с ним очень много, многие годы, но она не видела его настоящего, потому что у нее было какое-то представление о нем, но когда она вставила под сомнение эти истории, эти представления о него, она увидела абсолютно другую, его, и так, чтобы он ничего не сделал, он ее изменил, его муж, но она увидела ее по-другому, и она сказала, что все эти осознания, как сказать, это на русском языке, я забыла это слово, просто их брак сохранилось, потому что она оставила под сомнением те мысли, те представления, которые у нее были, свой муж, и все это можно сделать, и освободиться, изменить, но самое главное, чтобы у нас было желание, и чтобы мы были открыты внутри, чтобы мы открыли свой разум, свое сердце, и всегда они были правами, мы людей очень хотим, чтобы мы были всегда правами, и то, что мы верим, чтобы это была правда, но есть очень хороший вопрос, я очень люблю, Варангетти очень часто задает этот вопрос, я хочу быть правдивой или свободной, что я хочу быть счастливой или свободной, и когда мы ставим под сомнение те мысли, те представления, те убеждения, в чем мы верим, мы становляемся свободными, потому что мы замечаем то, что мы не смогли заметить раньше, потому что мы верили в наших мыслях, и когда я работаю над собой, я использую метод работы в Айроньке, и в своей жизни, я осознаю, что это только мои мысли причиняли мне боль, и не людей, или не ситуации в своей жизни, и это есть большая наша внутренняя сила, чтобы мы работали над своими мыслями, представлениями, и потом все менялось, как только мы освободимся от этих мыслей. Мне интересно, если у вас есть какие-то вопросы, может быть, потому что я так много говорила, и говорю, что не остановилось, и, может быть, у вас есть какие-то вопросы, чтобы вы мне задавали, или, может быть, у вас есть интересное осознание, чтобы написали во время этого эфира, и, чтобы вы поделились, чтобы вы осознали, как только вы слушали все это, или то, что вам интересно, чтобы мне спросили. И большое спасибо за сердечки, за эти лайки. Я очень рада, когда их я вижу. И, пожалуйста, поделитесь, чтобы как можно многие люди подключились к нам. И пока вы пишете, те, кто присоединяются и меня не знают, я скажу, что я Тинодин Василая, я из Грузии, из Тбилиси, и я эксперт по внутренней силе, и моя миссия включается в том, чтобы я помогла очень-очень-очень-очень людям, чтобы они внутри себя нашли внутреннюю силу. Тина, как по шагам это понять? Например, первый, второй, третий. Первый, что скажи и я тебе скажу по шагам. Найти в себе внутреннюю силу или что? И большое спасибо сказать это по шагам очень хорошая идея. От этих смыслов нужна и свободу, которую стрелимся все. Да, это правда. Джако это правда. Да, с чего начать? Например, если, может быть такое, что, например, в моей жизни есть какая-то стрессовая ситуация или я иду на улице просто я гуляю, гуляю, но у меня есть очень многие мысли, я очень плохо себя чувствую, потому что я думаю, что например, я опоздаю и Джану, прости, я опоздаю и если я не буду во время на работе, будет какой-то конфликт. И что происходит в этот момент? Я иду по улице и где я со своими мыслями? в первую в первую очередь я прошлое, потому что я начинаю думать о своем директоре, что он очень такой строгий человек и я вспоминаю, что те, кто опоздали, он очень плохо с ними относился и плохо с ними говорил и все это я просто вспоминаю прошлое. И потом я иду в будущее с мыслями и я уже себя ввижу в то место, где я уже опоздал или опоздала и я вижу, что я уже в стрессе и мне нужно защищать себя или все это выслушать и все это. Но что реальность? Реальность одно, что я иду по улицу и все хорошо. И несмотря на то, что я верю и думаю в этот момент, мне хорошо. И все хорошо в реальности. реальность добрее, чем те мысли, которые у меня есть. И те мысли, которых я в этот момент рисую, и те картинки, которые я в этот момент рисую, это является ложью, потому что это неправда, это не происходит в этот момент. И в этот момент я не нахожусь в этом ситуации, где нахожусь, и я просто рисую эту другую реальность, ложь, и которые не происходят в этот момент. И просто в этот момент остановить и спросить себя, кем бы я была без этих мыслей, которых я верю. и то, что я верю сейчас или в моих мыслях то, что происходит, это правда? Как я реагирую, что происходит во мне, когда я верю в этих мыслях? Я чувствую стресс, я очень плохо себя чувствую, я может быть очень быстро иду со страхом не опоздать или не чувствовать себя плохо, и все это я внутри себя, в своем теле чувствую. Но что реальность? реальность за то, что ничего плохого в этот момент, в этом конкретном моменте не происходит и все хорошо, но я рисую другую реальность, где все происходит очень плохо, и где такой кошмар происходит, и в этот момент я создаю для себя стресс. Если мы просто подумаем и задумываем, будем задуматься на этим, мы увидим, что всегда, когда был стресс в нашей жизни, это происходило не потому, что в этот момент что-то плохое происходило, а потому, что мы были где-то в своих мыслях, и мы сами создавали с этими мыслями и представлениями тот стресс, который у нас был в жизни. И просто в этот момент остановить себя и спросить, кем бы я была без этих мыслей, и осознавать, что все хорошо вокруг нас, и все хорошо, и кем я была бы или без своего истории о себе, или о ситуации, или о этих людей. И в первую очередь все это внутри себя осознавать, что все хорошо, в реальности ничего плохого не происходит, кроме наших мыслей и представлений. Очень крутая метафора Тина. Большое спасибо, Асиль. Большое спасибо. Я очень рада, что ты с нами. Виктория тоже с нами, классно, я очень рада вам видеть, Виталий тоже с нами, и поделитесь, пожалуйста, дорогие друзья, чтобы как можно многих людей присоединились к нам, и большое спасибо за ваш сердечек. Еще если есть какая-то стрессовая ситуация, и у меня есть какой-то конфликт с любым человеком, или просто знакомым человеком, в этот момент с чем я могу начинать? В первую очередь я могу себе спросить, в чем я верю в этот момент о себе, об этом человеке, о ситуации, и спросить себя, что это правда? Могу ли абсолютно точно знать, что это правда, что я верю в этот момент? как я реагирую, что происходит во мне, когда я верю в этот мысль? Например, он не любит меня в отношениях, и в этот момент у меня есть какой-то конфликт, и я верю, что он меня не любит. И в этот момент как я реагирую? Я закрываюсь, я не хочу его услышать, может быть, я что-то очень плохо говорю, или в мыслях у меня есть все это, что мысля мы в моих мыслях, и просто в этот момент я очень плохо себя чувствую. И кем я была бы без этой мысли, в этот момент, в этом отношении, и кем я была бы без этой истории, что, например, он меня не любит, что бы я заметила без этой мысли, без этой истории. И в этот момент все это осознавать и увидеть. Иногда это очень смешно, мы начинаем смеяться над собой, когда мы осознаем, что те мысли создают только наши жизни, стресс и больше ничего. И не люди, и ситуации, только наши мысли о них, которые у нас есть. Или еще, Саша, если какая-то несправедливость происходит в моей жизни, или какая-то неудача, ну, когда я верю, что это неудача, или что-то у меня не получается, в этот момент тоже осознавать, что я все это, я сама неосознанно или осознанно создала это своей жизни, потому что я верю в чем-то таком, то, что создает мою жизнь эту ситуацию. И просто осознавать и взять ответственность над собой, не быть в состоянии жертва, просто осознавать, что я, это есть во мне, потому что это происходит во вне. И просто осознавать, что то, что есть внутри, это происходит во вне. И просто взять ответственность, какими моими мыслями я создала эту ситуацию, и взять ответственность над собой. Я бы это тоже взяла как первый шаг, если что-то нам не получается, или есть какая-то стрессовая ситуация. Получается, мы живем в своих мыслях, а не в реальности. Очень часто это так происходит. Было так интересно, одно упражнение было в школе работа Байрон Кейти. ну я не могу сказать какая-то упражнение было полностью, потому что то, что там происходит, это кофиденциальность остается, но люди, ну Кейти нам спросила, чтобы мы вспомнили в свою жизнь какую-то стрессовую ситуацию, в которую мы верили, что это было очень травматическое для нас, и просто описать. И мы описали все это, и потом Кейти спросила нам, чтобы вычеркнуть, чтобы как сказать на русском языке, прошу прощения, чтобы удалить те места, где в этом тексте не было то, что мы видели в этот момент, то, что мы не слышали в этот момент, или то, что мы не трогали в этот момент. И я могу сказать, что 90% в этом тексте было удалено. И только где-то 10 5% осталось в этом тексте. И что это значит? Это значит, что если что-то происходит в нашей жизни, мы все это интерпретируем. Это все потом в наших мыслях продолжается. Что будет, если это так будет? Что будет через год, или что будет завтра, если это так будет? И все это происходит в наших мыслях. но если не эти мысли, если мы просто отпускаем всех этих мыслей, все очень хорошо, и с нам все в порядке, и все хорошо. И те люди, которые, например, вспоминали какие-то очень стрессовые ситуации, после того, как они вычеркнули этот текст, их ситуация осталась такая. Я была в комнате одна, и все, эта история. Или я была в улице, и я садилась в машину, и все это было. А что происходило в этой машине, например, очень такой жуткий конфликт с мужем, или с любим человеком, и так далее, и все это было интерпретацией. что он невнимательный, или он меня не слушает, но это не так, это только наши мысли, а реальность такая, что 4 человека сидят в машине, и все, ничего другого. И это как-то может быть звучит как абсурдно, но это так и есть. Реальность всегда такая простая и такая легкая, но мы усложняем, потому что мы интерпретируем по-своему с теми мыслями, и представлениям, которым мы верим. Это хорошая новость, что мы можем всегда вставить под сомнение. Эти мысли, которые у нас есть, те истории, эти представления, и просто встретиться с реальностью, с реальностью так, как оно есть, так, как оно есть. И это есть наше внутреннее село, чтобы мы просто меняли свои мысли, отпускали их. Я бы сказала, меняли наши мысли, ставили под сомнение, и эти мысли потом сами нас отпускают, потому что мы видим, что это не так. То есть такая простая и легкая, да, Ася, ты права. да, и все, что я хотела сказать, я увидел свой план здесь у меня есть, чтобы не забыть такое, не забыть все такое интересное, что-то или важное. Напишите, на что вы самой забыли. Большое спасибо, Ася, Валентина, Валя с нами тоже очень классно. Привет, привет, Валя, я очень рада, что ты с нами. Да, и, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, скажите мне, и я с удовольствием все вам расскажу и поделюсь то, что у меня есть и то, что я знаю. Очень классно, большое спасибо, Ася. И я еще расскажу, что очень рада, что я сейчас в этот момент работаю над книгой Fire and Katie. Эта книга на английском языке называется Минуточку, вот так, называется «Любить то, что есть, ловить, what is». И я вам очень рекомендую эту книгу. Вы можете это купить на русском языке интернете. И я сейчас это перевожу на грузинском языке. И я делюсь метод работы в Айрингейте с грузинскими людьми. и мне это очень радует, потому что это очень сильный метод, чтобы мы освободились от стресса и чтобы мы начинали жить без наших стрессовых мыслей и свободно, и легко, и радостно. И в первую очередь осознали мы своей внутренней силой, которая у нас внутри есть. да, и, кстати, я тоже работаю на русском языке по этому методу. И если у вас есть интерес или вы думаете, что это вам поможет, я открыта и я с радостью помогла бы вам, чтобы вы тоже освободились от ваших мыслей, как возражать себя в реальность. Просто спросить себя, кем я было бы без этой мысли, то, что в этот момент происходит, то, что я верю об этой реальности. И просто спросить себя, что то, что я сейчас верю и я думаю, это правда? Насколько это реально? Насколько это происходит в этот момент? У Байрэн Кейти есть очень хорошая медитация, такое называется, как будет на русском языке, morning walk, внутренняя прогулка, будет на русском языке, и в чем ее смысл? Мы гуляем по дорогу или где мы есть, и мы просто называем вещи теми именем, именами, которые у них есть. Но мы не интерпретируем. например, дерево, кошка или небо, ну не такое, большое дерево или красивое дерево, или симпатичный человек, или красивая женщина, просто женщина, или человек, или мужчина, так, как есть. И в этот момент мы сфокусируем то, что происходит в нашей реальности, или в наших мыслях, или нашей интерпретации, что это что-то хорошее или это плохое, или это красивое или некрасивее. И просто мы не сравниваем с чем-то, потому что если мы сравниваем, это значит, что мы живем где-то с прошлой, потому что мы где-то видели что-то красивее, и сейчас мы думаем, что это не так красиво, как мы когда-то видели. И мы видели в нашем голове и не в реальности, то, что есть в этот момент. И эта медитация, это утреная прогулка нам помогает, чтобы мы были здесь и сейчас в этот момент и осознавать, что есть перед нами в этот момент и чтобы мы не создали какой-то образ в нашем голове. И это очень помогает нам, чтобы были в этом реальность. И когда есть какая-то стрессовая ситуация, если мы практикуем эту медитацию, часто в этот момент может быть и мы не будем интерпретировать эту ситуацию как-то страшно. И это будет какая-то только ситуация. Или человек, который кричит «человек» или плохой человек, просто человек. И без этой мысли, что он кричит или он плохой, или он оскорбляет меня, или как-то так-так. Это уже интерпретация. Просто человек, который кричит потому, что ему плохо, и это не лично ко мне. И это тоже происходит интерпретация уже отсутствует, когда мы практикуем этот метод или эту медитацию. Еще как мы можем себя вернуть себя в реальность. Это очень хороший вопрос. Я подумаю еще какие мысли мне приходят об этом. Просто спросить себя, что несмотря на те мысли, которых мы верим в этот момент или те представления, которые у нас есть. Нам не хорошо или все не хорошо или с нам не все порядка. Это всегда так. Просто спросить себя, в чем мы верим в этот момент, на чем мы идентифицируем себя, какое представление у нас есть о себе или о ситуации. И просто осознавать, что это только наши мысли и ничего больше, просто наши мысли и спросить себя, что кем я была бы в этом реальность, когда все есть так, как есть, без наших мыслей, без моей мысли, без своей истории об этом ситуации, о себе. И осознавать, что реальность такая, какая она есть, и реальность неплохая, хорошая, просто она есть, как есть. И все это принимать и увидеть, и открыть глаза, что без этих мыслей в прошлом и будущем реальность хорошая. Где я, кто я, мужик, эти вопросы, зато все, конечно, где я. И в этот момент мы осознаем, что мы здесь и мы не в другом реальности, которая создается в нашем голове. И это всегда создается, и в этот момент у нас есть стресс, потому что мы верим в то, что не является правдивой. И таким образом мы можем на себе помогать и вернуться в этот момент, в этом реальность, то, что является реальностью, и реальность всегда такая простая, что такая, например, в моем голове есть очень шумные мысли. какая реальность? Я реальность, что я где-то сижу или я стою, или я хожу, или я где-то ляжу. Это только реальность и ничего другого. А то, что происходит другое, то, что в нашем мыслях есть и нашем голове это просто такая интерпретация ничего другого, интерпретация, которая приходит от нашего прошлого. И это прошлое уже иллюзия, потому что это уже закончилось, а будущее пока что не пришло. Поэтому то, что в наших мыслях происходит в нашем голове это уже не реальность. И просто отпускать все эти мысли о прошлом и о будущем и просто встречать реальность какое оно есть. И скажи пожалуйста Наташа, я ответила на твой вопрос. И очень интересный вопрос, большое спасибо. И да, еще что я хотела сказать о нашем внутреннем стиле. Я очень люблю, мне очень нравится. Карта Байрон Кэти говорит, что в этом мире есть только три дела. Мое дело, твое тело и дело Бога. И что это значит? Мое дело это в чем я верю, как я живу, что вижу и как я вижу, или какие решения я принимаю, или что я как я ставлю, и все то, что я делаю, что происходит в моем зоне контроля. Твое дело это то, что ты веришь, как ты себя или меня видишь, или как ты живешь, какие у тебя привычки, какое решение ты принимаешь, то, что ты делаешь. И дело Бога это если происходит война, или если идет дождь, или снег, или если что-то происходит плохое, то, что человек не может сделать и вызвать это, то, что есть не в наших силах, это уже дело Бога, когда человек умирает, например, или какая-то авария происходит, или какой-то инцидент плохой, да, если мы не живем в своем деле, в этот момент мы теряем нашу внутреннюю силу, потому что мы ждем, что кто-то должен что-то делать для нас, или мы начинаем мыслями думать не в своем жизни и своем деле, а деле другого человека, что он должен сказать мне, или не сказать, или какое решение принять, или не принять, что делать, чтобы он был счастлив, или я была счастлива, и когда мы все это, когда мы переходим в деле другого человека, мы теряем свою внутреннюю силу, это всегда происходит, и часто происходит в отношении супруги, в отношении родителей и детям, например, мне нужно, чтобы мои дети были счастливы, чтобы я была счастлива, и что происходит в этот момент, счастье родителей зависимо на счастье ребенка, или какой будет ребенок, и это очень большая ответственность для ребенка, потому что он ответствен не только на своего счастья, а на счастье своих родителей, и потом ему очень страшно, и может быть очень так много думать, чтобы не пропускать какие-то ошибки, чтобы родители не чувствовали себе плохо, и чтобы это не было их вина, и это я могу сказать, достаточно тяжелая ответственность, которую мы можем отдавать на других людей, чтобы они что-то делали, чтобы мы были счастливы, или мы были спокойны, но когда мы находимся на своем деле, мы просто спросим себя, что я могу делать, чтобы я была счастлива, чтобы никто -то сделал или спокойнее, или чтобы кто-то что-то делал для меня, что я могу делать для себя, и просто чтобы я была ответственна на себе, на своего счастья, и в этот момент у нас уже эта внутренность сила появляется, потому что мы ответственны на свою жизнь, и мы не усложняем жизнь наших любимых окружающих, наших любимых человеков, вот так, это я тоже хотела сказать, и очень интересно рассказывать, к сожалению, у нас уже совсем поздно, завтра, знаете, все послушаю, спасибо, большое спасибо, Асель, я очень рада, что ты была с нами, и, дорогие друзья, это было то, что я хотела с вами поделиться, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, и я могу, может быть, еще больше рассказывать вам, и я очень рада, что сейчас я с вами, и я первый раз делала эфир на русском языке, это было достаточно большой вызов для меня, потому что я так на русском языке никогда не проводила в фейсбук-лайв, и я очень рада, что это получилось, и большое спасибо вам, что вы захотели, и эта идея мне пришла, потому что вы меня спросили, и просили, о чем ты говоришь на грузинском языке, пожалуйста, на русском языке тоже рассказывай нам, большое спасибо, Катя, большое спасибо, Саша, большое спасибо, Валя, и мне было бы очень интересно, чтобы вы тоже поделились, то, что вы осознали, что было полезно для вас, это тоже очень интересно будет, прочитать, послушать, и опоздала, я с ним, привет, я посмотрю записи, очень ждала, большое спасибо, дорогая, я очень рада тебя увидеть здесь, я очень рада вас всех увидеть, потому что я вас очень люблю, и обнимаю сердце к сердцу, очень крепко, и, конечно, если вам интересно найти у себя внутреннюю силу, или эта тема резонирует с вами, я очень рада была бы помогать вам, я как обычно работаю с грузинскими аудиториями на грузинском языке, но я работаю на русском языке тоже, поэтому было бы очень рада, если я могу быть полезной и для вас тоже, это будет большое счастье для меня тоже, привет, ты умница, и вот, если у вас есть вопросы, я рада буду ответить, и быть еще более полезной для вас, и поделитесь, пожалуйста, чтобы как можно, можно многих людей услышали, увидели все это, может быть, для них, у них тоже будет полезно, то, что я сказала, что я поделилась, и это поможет другим людям, чтобы они тоже нашли в себе внутреннюю силу и осознали, что у нас есть очень большая внутренняя сила внутри, и это большая радость, чтобы мы всегда дали себе то, что мы ищем вовне, и когда мы ищем что-то вовне, просто в этот момент мы не осознаем, что у нас есть возможности, сила, и все то, что мы сами дали это себе, чтобы мы заполнили сами себя, это такая большая сила, что я могу все это дать себе, и не просить других людям, и то, что они будут делать для меня, или сказать все хорошее, это будет как бонус, но не такая потребность, чтобы я получила это, или я хочу, или мне нужно что-то от других, чтобы я все это дала себе, и так в полном состоянии, уже отдавала то, что у меня есть, привет, Элисия, привет, очень рада тебе увидеть, привет, и вот, это было то, что я хотела с вами поделиться, молчание, это очень интересный, интересный, очень интересный опыт, и я сильно рекомендую вам, чтобы вы тоже, если у вас есть такое желание, вы тоже остались наедине с собой, со своими мыслями, и просто наблюдали, в чем вы верите, эти мысли, насколько вам делают счастливыми, или свободными, или радостными, или успешными, и у вас есть сила, чтобы вы ставили эти мысли под сомнение, кем бы вы были без этих мыслей, в этом реальности, в этом ситуации, в отношении с этими людьми, если вы не смогли думать об этом, или интерпретировать таким образом, и это большая свобода, когда мы все это осознаем, и просто отпускаем, и видим реальность без этих мыслей, и встречаем себя, и других людей настоящим. Спасибо большое, Тим, иду чаще себе задавать вопросы, у меня свои мысли. Спасибо, Катя. А насколько времени, где надо уехать куда-то? Тим, и сама научилась по-русски, это самое очень неплохо. Большое спасибо, Коля. Коля, нет, Кова. Это было для меня вызов, потому что я знаю, что мой русский язык не самый лучший, и у меня есть свой акцент, но я переодолевала этот комплекс, и я поделилась с вами на русском языке, и, кстати, в этом мне очень помогло свой наставник, Никола Латанский, который мне сказал, что мой акцент, это моя изюминка, а не что-то плохое, которое у меня есть, и после этого я уже начинала на русском языке говорить, и вообще, если честно, три года назад я не смогла вообще говорить на русском языке, и шаг за шагом я учусь, и я сейчас говорю, так и говорю, а не сколько времени. Например, я была на тренинге у Байрон Кейти, я была на онлайн-формате, участвовала на этом тренинге, это было 4-дневное молчание, ретрит, где мы были наедине с собой, мы смотрели, как Кейти работала с людьми, и мы все это смотрели, и потом мы остались, мы были наедине с собой, и мы думали об этом, если это тоже происходит в нашей жизни, и в чем мы верим, и что правда для нас, что неправда и так далее. Но ты можешь тоже несколько дней, может быть один день, или можешь быть несколько дней уехать где-то, где-то будешь одна, наедине с собой, и просто наблюдать над твоими мыслями, в тишине, в молчании, в чем ты веришь, и это правда то, что ты веришь, или о себе, или о других людей, и просто ставить под сомнение, и насколько все это правда. Кем ты была бы весь этих мыслей, твоя жизнь, если ты никогда в этом не верила уже? Полезно, интересно, такое практикуется в йоге, а прям боюсь, этого я заметила. Да, потому что мы, ну, у нас есть какие-то представления о себе, и мы думаем, что это правда, что мы верим о себе, и в этот момент нам может быть и страшно, может быть, и нам страшно, потому что мы думаем, что мы что-то плохо увидим в себе, но может быть, мы увидим, но потом это все мы будем отпускать, потому что это тоже неправда, это только какая-то мысль о себе, нереальность, это не мы. Я очень такое, у меня было такое серьезное осознание, когда я была на тренинге, в «Жизмоменте», это тренинг моего наставника Николова Латанского, это было в Карпатах, очень глубокий тренинг, я рекомендую, чтобы вы тоже прошли этот тренинг, и там я осознала, что мысли, только мысли, и мы больше, чем наши мысли, мы больше, чем наши эмоции, мы больше, чем даже наше тело, и мы являемся что-то больше, чем все это, все наши мысли, и мысли приходят и уходят, а мы оставляемся, или как сказаться, правда, не знаю, простите, прошу прощения, но у нас есть такая стержень, что эти мысли приходят и уходят, но мы здесь, мы здесь оставляемся, и когда мы верим в наши мысли, мы где-то идем с этим направлением, и это неправда для нас, потому что это только мысль, и нереальность, и неправда, и может быть, эта мысль вообще неправда, которая у нас есть о себе, или о мире, и мы когда-то поверили, и потом мы живем с этими мыслями, а может быть, эти мысли, эти представления, неправда для нас, и может быть, это то, что мы приклеили, И когда мы освобождаемся, мы уже другим глазом видим реальность из себя и других людей. Это большое счастье и радость, когда мы видим других людей без наших мыслей, представлений. Это большая радость и свобода, я бы сказала. И вот так. Осознавать, что мы больше, чем наши мысли, это большая радость. Потому что мы можем больше не верить в этих мыслях и просто жить в соответствии с тем, что является правдой для нас. И просто жить, и так соединиться с собой, и так продолжить свою жизнь. Вот, собственно, это было то, что я хотела вам сказать. Я вас очень люблю и обнимаю, и поселаю вам хороших, вы братья из Грузии, из Твилиси. И желаю вам всего самого хорошего и всего доброго. Я вас очень-очень люблю. Пока-пока.